Всем привет! С вами Мария. Вы находитесь на канале Орхидея Мария. Сегодня буду пересаживать свой Дендробиум Нобили. Он свел чудесными фиолетовыми цветами на трех псевдобульбах совершенно недавно. Но сегодня он у меня упал. И упал так изрядно. Можно сказать, обломалась макушка довольно сильно и все листики у нас потрескались и выпал он из горшка. Корни у нас все как раз находятся в растущем состоянии. Как видите, кончики у нас все активные. Это очень хорошо, что в этот период это все случилось. Но печально, что такую неприятность мы имеем. Но эту неприятность мы переживем. Использовать я буду кору крупную, средней фракции, мелкой, кока-чипсы и уголь. Мох с фагнумом тоже буду применять, но совсем немного. Кора, как видите, очень хорошего качества. Я показывала вам недавно видео о том, как получила чудеснейшую кору и сняла об этом видео. Кому интересно, можете посмотреть. Оставлю в правом верхнем углу. Там я показывала все свои подарочки в посылочке. Можно так сказать, потому что самое главное для Архамана, конечно, вот такие подарки. Так, ну приступим. Во-первых, я хочу сказать вам, что это орхидея у меня третья. Я имею ввиду дендрофаленопсис. И предыдущие две у меня пересаженные. А это была без пересадки. С прошлого лета находилась. И я ее, видимо, правильно поливала. И все с ней делала правильно, потому что мало того, что у меня процвела шикарно эта орхидея, так еще и нарастила много новых псевдобульб. И также, несмотря на то, что внутри, сейчас я вам покажу, был такой сюрприз в плане стакана. Стакан был из мха, давненько я не встречала стаканчиков из мха. В основном они из торфа, торфяные стаканчики, к которым я привыкла и совершенно на них не обращаю внимание. Поливаю просто малым количеством воды и совершенно не заморачиваюсь по этому поводу. Здесь же был совершенно другой случай. И, честно говоря, я была очень приятно удивлена, что такой метод полива, который я выбрала, он подходит даже при таких сложных случаях, когда в орхидее имеется моховый стакан. Мой белый дендробиум нобили практически весь распустился, и я в скором времени покажу вам этот распуск. Это, конечно, потрясающее зрелище. Обожаю этот вид орхидеи, именно когда он такой шапкой красивый цветет. Очень-очень красиво. Вот, как видите, этот мох, я его извлеку, конечно же, уберу из орхидеи. Освобожу все корни от старого субстрата. Кстати, они все оказались в хорошем состоянии, гнилых, нету все нерабочие. Это можно определить, знаете так, потрогав их. Если они плотные, значит с ними все хорошо. А если пустые, значит корешки в таком нерабочем состоянии. Так как у дендробиума имеются псевдобульбы, в них сохраняется очень много полезных веществ. И, в принципе, можно сказать, что он как кактус запасает в себе все необходимое. И поливы частые и такие обильные ему не нужны. То есть я его никогда не замачиваю. Никакой из дендробиумов я не замачиваю. После пересадки я день, два, иногда даже три не поливаю орхидею для того, чтобы все вот эти вот повреждения, а повреждения сто процентов в моем случае точно есть, так как он упал и довольно сильно. Вот, чтобы они все зарубцевались, подсохли и только потом уже я пролью все водичкой. Взяла я побольше горшочек, на дно положила самые крупные куски коры, также вовнутрь. Я положила довольно крупные куски коры. Корни я обычно не мучаю. То есть я их не расплетаю ни у фаленопсисов, ни у дендробиумов. Если они в довольно хорошем состоянии, то я их практически не трогаю. Немножко попытаюсь, конечно же, я приблизить старыми бульбами к краю горшка, но так как корней очень много, это у меня прям сильно не получится, но все же. И по краям уже обложу более средней фракции и мелкой фракции корой. Также я перемешаю ее вместе с кока-чипсами, чтобы был, ну, немного влагоемкий все-таки субстрат, потому что каждый день поливать я же не хочу. Вот. И разрежу вот этот мох сфагнум на более мелкие кусочки и перемешаю с углем вот этот субстрат. И уже им буду засыпать весь периметр горшка. Субстрат должен быть воздухопроницаемым, довольно легким, но при этом иметь и такую влагоемкость, чтобы не совсем сухой был. Тем более поначалу вот эта вот кора, она еще не разработана. Она должна начать работать, начать научиться впитывать в себя воду, потом уже отдавать корешкам. Поэтому первое время я все-таки первые два раза проливом пролью, допустим, а потом, ну, скажем, на 3-5 минут все-таки буду заливать эту орхидею и чтобы она вот так вот постояла для того, чтобы заработала кора. А потом со временем тоже перейду на тот полив мой любимый из лейки и буду таким же образом, как и раньше, ухаживать за этой орхидеей. В влагоемкости нам добавит мох. Он держит хорошо водичку, но видите, немного его добавила. А также кока-чипсы, они тоже будут подольше удерживать влагу. Ну, в общем, все, что я хочу добиться от этого субстрата, я добилась. И теперь я вот буду заполнять полностью вокруг корней дополнительно пространство, которое образовалось, потому что горшочек у нас больше, чем предыдущий, на немного, но все же орхидея будет куда расти. Очень аккуратненько нужно держать орхидею, чтобы не повредить корни. А также, вот как видите, есть два новых растущих росточка. Тоже их надо постараться не заглубить и не повредить во время пересадки. В плейлистах на моем канале есть плейлист как раз таки об уходе за дендробиумом Нобили, где я подробно рассказываю об уходе за этим растением. Вы можете пройти туда и послушать эту информацию, потому что я наделала много ошибок раньше, а сейчас я точно знаю, как за ним ухаживать, что он любит, что не любит, какие я ошибки сделала, тоже там озвучила. И я думаю, что те орховоды, которые любят это растение или только планируют завести, могут ознакомиться с этим чудесным растением заранее. Либо, если вы уже имеете дендробиумом Нобили, это будет очень полезная информация. При пересадке очень хорошо добавлять субстрат прошлый, если все растению нравилось, если вы видите, что растение хорошо росло, развивалось, обязательно возьмите какую-то часть субстратом, в котором росло растение до этого, так как в ней, в нем в этом субстрате содержатся те микроорганизмы, которые помогут и в дальнейшем почувствовать растению как у себя дома. То есть они довольно быстро распространятся по всему периметру горшка и орхидея более просто перенесет эту пересадку. В первое время я очень бы сильно расстроилась, увидев, что растение упало и поломалось, но со временем вырабатывается какой-то иммунитет и понимание того, что растение все равно восстановится, скорее всего, и переживать сильно не стоит. Конечно же, я их всех люблю, очень сильно люблю и переживаю за них все равно, когда они падают, но уже не так сильно, как раньше. Вот как видите, я видите по краю горшочка немножко старого субстрата добавила, именно для того, чтобы орхидеи было легче. Кстати, очень хорошо проливать орхидею с каким-нибудь антистрессом. Сейчас их довольно много в продажах, в продаже, поэтому можно помогать. Это очень даже хорошо. Растение благодаря таким препаратам более легко переносит вот эти вот пересадки. Бывает подморзло растение. В общем, если стрессует растение каким-либо образом, можно ему помочь. А также очень хорошо, когда закрепляешь растение в новом грунте так крепенько, чтобы оно не шаталось. В этом случае корни будут находиться в одном и том же положении и орхидея не будет стрессовать от того, что они шатаются, не закреплены в грунте. Потому что если молодой корешок закреплен, он спокойно чувствует себя и продолжает расти. Если же орхидея шатается, она тем самым может повредить своим корням. Он может заломаться, обломаться. Мы и так, знаете ли, когда пересаживаем, все равно доставляем микротравмы. Вот так что закреплять нужно. Можно это делать по-разному. Вот я цветодержателями буду закреплять. И так она крепенько у меня сейчас стоит. Очень даже неплохо получилось. Но пострадали мы, конечно, знатно. У нас поломались листья, у нас отломалась макушечка. И видите вот этот вот надлом, который на псевдобульбе тоже очень даже сильный. И, возможно, у нас начнут желтеть листья, опадать. Ну, в общем, посмотрим. Я со временем покажу вам, в каком состоянии будет растюшечка. Надеюсь, что с ней все будет хорошо. Очень упитанные были псевдобульбы. И вот она, конечно же, так очень легко обломалась. Вот, очень жаль. Но не отчаиваемся и надеемся только на хорошее. Орхидеи наши чувствуют энергетику положительную. Я в этом уверена. Какое у нас настроение, так и цветы ведут себя. Корневая система, как видите, находится в хорошем субстрате, влагоемком, воздухопроницаемом. Растут у нас два новых росточка. Места для того, чтобы продолжить рост достаточно. В общем-то, я думаю, что ей должно все понравиться. Ну, и надеюсь, что с ней все будет хорошо.